Привет, сегодня 24 июля. Я сегодня побывала в частном саду у одной француженки. Она являет из себя пример человека, сумевшего удачно совместить две страсти, два увлечения, два хобби, кончарное дело и садоводство. Получилось мило, практично и не стыдно людям за деньги показывать. У подножия одного из холмов, неподалеку от Ниццы, среди пышной растительности спрятан маленький домик этой дамы, а вокруг него сад, ну не более гектара. На скромной площади хозяйке удалось разместить цветник, огород, две теплицы, прудик с рыбками, три фонтана, водопад, бассейн и даже курятник с пеструшками. У нее обустроен каждый метр земли. На смену морской теме приходит космическое. Цветник из геометрических фигур переходит в тему животных и птиц. Стеклянные камушки, встроенные в бетонную стену, рассортированы по цвету и по размеру. А гордость хозяйки – это распустившийся цветок лотоса, символ мудрости, духовного познания и нирваны. И это неудивительно. Сад, созданный с такой любовью, заботой и вниманием, – отличное место для отдыха, расслабления и медитации. Ну, конечно, за всем этим стоит огромный труд. Но труд вкупе с увлеченностью и с удовольствием дает восхитительные плоды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА